Обычно я делаю сюжеты о людях, которых никто не знает. Терри Фокс не из таких. О нем был снят фильм. В Оттаве, столице Канады, Терри Фоксу установлен памятник. Канадские власти назвали Лидо Кол именем Терри Фокса. Именно этот человек изображен на долларовой монете Канады, но, как ни странно, в русском сегменте об этом герое мало что известно. Тот же фильм под названием «История Терри Фокса», мне пришлось смотреть на английском, так как я нигде не мог найти его даже субтитрами. В русском ютубе несколько блогеров уже пытались рассказать о нем, но эти видео не стали популярными. Получится ли у меня? Не знаю, но как сказал бы Терри Фокс, я хотя бы попытаюсь. Что ж, для того, чтобы этот сюжет не стал пересчитыванием в Википедии, я ознакомился, пожалуй, со всеми источниками информации, которые только есть, поэтому постараюсь рассказать вам эту историю, собрав все ключевые фрагменты из биографии спортсмена. И для того, чтобы не делать это вступление слишком уж затянутым, предлагаю сразу начать. Как вы уже могли заметить, у парня ампутирована правая нога выше колена. Это произошло из-за возникшей в его ноге саркомы кости. Вполне возможно, сейчас решить проблему могли бы менее радикально, но в 1977 году медицина была в достаточно плачевном состоянии, особенно что касается лечения рака. Именно поэтому было принято решение ампутировать ногу. Мало кто знает, но за полгода до этого парень попал в небольшой ДТП, в результате которого машина, которой он управлял, не подлежала восстановлению. Сам же Терри отделался травмой колена. Именно того колена, в котором была обнаружена саркома. Врачи, конечно, утверждают, что связи тут никакой нет. Я не медик и вполне возможно так и есть, однако сам Фокс считал иначе. До того, как это произошло, Терри любил играть в баскетбол и бегать на длинной дистанции. Собственно говоря, и после ничего не изменилось. Парень играл в баскетбол на инваридной коляске, выигрывал национальные чемпионаты и продолжал бегать. Врачи были удивлены тому, что парень сохранял оптимизм, ведь шансы на выживаемость, несмотря на ампутацию, составляли всего 50%, а несколькими годами ранее ему бы не дали 20. После операции парню предстояли долгие 16 месяцев химиотерапии. В фильме отчетливо была передана та атмосфера и ментальная нагрузка, которая ложится на человека в момент пребывания в больнице. Когда ты окружен со всех сторон обреченными и неизлечимо больными людьми, сохранять позитивный настрой задача не из простых, однако Терри с ней справился. Проанализировав тот факт, что медицина сделала такой внушительный скачок в лечении рака, парень решил, что хочет внести свой вклад в ее развитие и помочь тем людям, которые уже утратили надежду. В ночь перед онкологической операцией Фокс прочитал статью о дике травме, похожем на него спортсмене без ноги, который пробежал Нью-Йоркский марафон. Это смотивировало парня и он решил сделать нечто подобное, только с благотворительной целью. Ну а мы вернемся к книге, которую прочитал герой нашего сегодняшнего сюжета и в результате которой решил устроить забег длиною в 7 месяцев. Об этой идее Терри рассказал своему другу Дугласу Алварду, что хочет пробежать через всю Канаду. Тот, конечно, был сильно удивлен, но поддержал парня, чего не скажешь о матери Терри. Она отговаривала его, но обвинять ее в этом, наверное, весьма странно, ведь как мать ее в первую очередь заботила здоровье сына. Вот уж не знаю, как там было на самом деле, но согласно фильму, отец Терри Фокса, Рональд, сказал очень сильную фразу, после которой лично у меня побежали мурашки по коже. В тот момент, когда мать отговаривала сына от марафона, она искала хоть какой-то поддержки со стороны и, конечно же, рассказала эту сумасшедшую идею отцу парня. На что отец ответил, серьезно? А когда? Конечно, на эту фразу можно смотреть по-разному, но я считаю, что поддержка сына в такой момент дорогого стоила. Помимо родителей, парню нужно было уговорить и друга на 7 месяцев уйти с работы и сопровождать его на автомобиле, для того, чтобы тот мог отдыхать между забегами и питаться. А еще получить финансирование и справку о том, что он может бежать, ведь целью данного забега было собрать по доллару с каждого канадца на исследование в области онкологии. Марафон начался 12 апреля 80-го года, когда Фокс окунул правую ногу в Атлантический океан недалеко от Сент-Джонс и наполнил две большие бутылки водой из океана. Он намеревался держать одну в качестве сувенира и залить другую в Тихий океан после завершения своего путешествия в Виктории, Британская Колумбия. Фокса поддерживал на протяжении всего пробега друг Алвард. Также он вел фургон и готовил еду. Многие скептики сейчас утверждают, что подобные ковыляния нельзя назвать бегом, однако такие умники, скорее всего, понятия не имеют, что такое обычный протез, изготовленный в 70-х годах. С такой конструкцией не то что бегать, даже ходить продолжительное время достаточно больно и неудобно, поэтому я бы не брался осуждать детали, к тому же в данном случае это совершенно неуместно. В первые дни забега погода была ужасной, снег с дождем, да еще и вдобавок отклик жителей в местах, где он пробегал был весьма скудным. Приятная неожиданность его ждала по прибытии в Ньюфауленд, где город на 10 тысяч жителей подарил ему пожертвования свыше 10 тысяч долларов. Конечно, как вы понимаете, люди разные, на протяжении марафона парень гневался на тех, кто не только не поддерживал его, но и препятствовал забегу. Также они чуть не расстались с лучшим другом из-за разногласий, но брат Фокса Дэррелл не дал этому случиться и стал как бы связующим звеном, присоединившись к Терри Фоксу во время этого марафона. Преодолев одну треть пути, им удалось собрать 200 тысяч долларов пожертвований. В это время парнем заинтересовался бизнесмен по имени Изодор Шарп, являющийся на то время генеральным директором сети отелей Four Seasons и потерявший своего сына из-за меланомы. Это разновидность раковых опухолей. Шарп дал обещание давать по 2 доллара за каждую милю пробега и уговорил около тысячи других корпораций, чтобы они сделали то же самое, а еще предложил обеспечить спортсмена едой и проживанием на протяжении всей дистанции. Собственно говоря, после произошедшего о намерениях юноши узнали не только вся Канада, но и множество других стран. Парня часто встречали под овацией тысячи поклонников, что не могло не мотивировать Терри. 11 июля толпа из 10 тысяч человек встретила Фоксов Торонто, где он получил награду в Натан Филлипс Сквер. Только в этот один день парню в одиночку удалось собрать более 100 тысяч долларов пожертвований. Конечно, по мере забега и роста популярности парня, СМИ начали распространять всякие идиотские заголовки по поводу его брата, семьи и других личных моментов, что как бы неудивительно. Это расстраивало спортсмена, но в то же время бороться с этим было практически невозможно. Он решил держать свой фокус исключительно на забеге, тем более, что несмотря на хороший восстановительный потенциал, сил становилось все меньше. 1 сентября за пределами Тандербэй он был вынужден остановиться после того, как интенсивный кашель вызвал сильнейшие боли в груди. Не зная, что делать, он решил продолжать забег, но днем позже Фокс провел со слезами пресс-конференцию, в которой он объявил, что его рак вернулся и распространился на легкие. Как потом рассказывала его мать Бетти, на тот момент ее сын знал, что умирает. Он был вынужден закончить забег после 143 дней и 5373 километров. Фокс также отказывался от предложений завершить марафон вместо него, заявляя, что хотел завершить его сам. К тому времени парень собрал почти 2 миллиона долларов. СМИ распространило эту информацию и в прямом эфире неделей позже при поддержке канадских знаменитостей было собрано еще 10 миллионов. Пожертвования продолжались в течение всей зимы, а в апреле следующего года было собрано более 23 миллионов долларов. В последующие месяцы Фокс получил несколько сеансов химиотерапии, однако болезнь продолжала распространяться. К сожалению, парень скачался в возрасте 22 лет. Лично меня в этой истории больше всего мотивируют именно мысли и отношения героя к болезни. Вот слова его брата. Когда я спрашивал Терри, почему именно ты болеешь раком, почему не я или кто-либо другой, на что Терри отвечал, а почему не я? Я не самый быстрый, не самый сильный и уж точно не самый умный. Это лишь еще один этап в жизни, который мне дан для того, чтобы с ним справиться. А вот эту девушку зовут Тейлор Бертлинг, и она переболела той же самой остеосаркомой, что и Терри когда-то. Сейчас в Канаде шанс выжить при остеосаркоме дошел до 75%, и во многом это произошло именно благодаря марафону и одному человеку, который в какой-то момент решил в одиночку что-то изменить. Теперь такие марафоны проводятся в Канаде ежегодно. За все время фонд Терри Фокса собрал более 750 миллионов долларов на исследования в области рака. Честно скажу, друзья, что такие выпуски даются мне сложнее всего, ведь в момент написания этого сценария я как бы пропускаю через себя все, что происходило с персонажем, и стараюсь максимально донести эту атмосферу вам. Мне, конечно же, больше по душе позитивные выпуски, но и такие истории без внимания точно оставаться не должны. Поэтому я буду рад всем вашим комментариям и подпискам, так как это указывает мне на то, что я двигаюсь в правильном направлении и мотивирует работать над проектом все более и более усердно. Пишите также, знали ли вы о Терри Фоксе до этого сюжета, и если да, то было ли вам интересно смотреть мой выпуск. Мне правда важен каждый комментарий мнения. Ну а на этом все, всем спасибо за просмотр, друзья. Еще увидимся. Пока.